Всем привет! Говорят, случайности не случайны, но так ли это на самом деле? Порой встречаются такие совпадения, которые специально не придумать. Глядя на это фото, может показаться, что бабочки наделены интеллектом. Или это просто невероятное совпадение? Какова вероятность того, что бабочка сядет на свое же изображение? Взгляните, как удачно разлегся этот пес. Фотографу осталось только выбрать самый удачный ракурс, и на фото появилось новое животное. Красный пес. Девушка просто шла по тротуару, ставивший смартфон. Но кому-то удалось сфотографировать ее в самый удачный момент. Вот так гуляешь с ребенком по магазину и замечаешь, что из коробки на тебя смотрят его двойник. Ничего себе совпадение. Вот это везение. Не каждый день деревья падают на автомобиле. Но как повезло, что разлом произошел именно в этом месте. Но такие совпадения бывают не так уж и часто, так что лучше не отказываться от страховки. Уверен, каждый из этих девушек, одеваясь утром, хотел быть особенной. Покупая влажные салфетки, парень даже не подозревал, что на их упаковке изображено как раз то место, куда он отправляется. Рисунок идеально совпал. Похоже, эти салфетки были предназначены ему судьбой. Многим не нравится свое фото в паспорте, но теперь вы знаете, что значит по-настоящему неудачная фотография. Уверен, в жизни эта девушка выглядит гораздо лучше. Похоже, у деревьев тоже бывают близнецы. И солнце было в таком положении, что тень идеально совпала с реальным деревом, растущим за забором. Снова совпадение. Или эта птичка с веткой увидела, что они пишут в книгах и решила прилететь почитать. Тот, кто сидел за этими женщинами, подумал, что у него двоится в глазах. Мало того, что у них одинаковые прически и похожая одежда, так они еще и сели друг за другом. Как вы думаете, платье этой модели оказалось случайно так похоже на щетку с автомойки? Или дизайнер действительно вдохновился идеей новой коллекции, пока мыли его машину? Попросили незнакомую женщину их сфотографировать, и вот что получили в итоге. Повезло, что она вообще была в очках, хоть в отражении теперь можно себя разглядеть. Что это? Просто совпадение или сбой в матрице? Лично мне стало бы не по себе, если бы я зашел в автобус и оказался среди них. Вот такие замечательные фото получаются, когда картинка совпадает с реальностью. Заметьте, совершенно случайно. Интересно, это случайно так получилось, что спички и свечи потухли только с одной стороны? Или этому все же есть рациональное объяснение? Все мы любим читать книги, герои которых напоминают нас самих. Неудивительно, что девушка выбрала именно эту книгу. Надо же, как совпал рисунок в обложке. Если бы вам задали вопрос, что общего между маркером и учителем, вы бы ни за что не догадались. Но глядя на это фото, сразу все ясно. Девушка по имени Эстер получила этот доллар на сдачу. К вам часто попадают в руки купюры с именами? А какова вероятность того, что там окажется именно ваше имя? Просто сфотографировал кота. Но кадр получился очень удачным. Фото Эйнштейна на фоне оказалось как нельзя кстати. Рыба, проплывающая в неподходящий момент, может полностью испортить кадр. Или наоборот, придать фотографии пикантности. Такого фото точно больше не будет ни у кого. Совенок думает, кого-то мне это яблочко напоминает. Подарок получен 12 числа, 12 месяца, 12 года, ровно в 12 часов 12 минут. Вот это совпадение. Вот это да, Микки Маус едет в метро. Наверное стоит меньше смотреть мультики, а то и не такое привидится. На самом деле просто шарик перекрыл лицо пассажира, но вышло забавно. Готов поспорить, эти шлёпанцы купят последними. Если их вообще кто-то заметит. Такой момент специально никак не подгадать. Неужели вывели новую породу огнедышащих собак? Как им удалось засунуть этого пса в мыльный пузырь? Кто раздул пузырёк до таких размеров? Ау, это просто очередной удачный кадр. Нельзя пройти мимо игрушки, которая так похожа на любимого питомца. Теперь у пёсика появился плюшевый друг. Когда мы с друзьями решаем сфотографироваться, обязательно кто-то моргнёт, кто-то отвернётся, а у кого-то что-то внезапно зачешется. Но эти псы, похоже, профессиональные фотомодели. И снова непонятно, то ли эта птица испортила катор, то ли сделала парня звездой инстаграма. Пёс прошёл как нельзя вовремя. Или у фотографа отличная реакция. Нет, я, конечно, знал, что у жирафов длинная шея. Но чтобы сразу две? Говорят, зеркало разбивается к несчастью. Но этому парню повезло сделать удачный кадр сразу, как только он поднял осколок с земли. Есть такая примета. Если сфотографировать пса, который зевает, и не выключить вспышку, то можно увидеть... Чупакабру. Что это? Человек-невидимка всё-таки существует? Или это просто падающие очки? Но они так чётко получились, что будто бы зависли в воздухе. Вы до сих пор не верите, что домашние животные похожи на своих хозяев? Когда жена показала мужу свои старые фотографии, выяснилось, что он случайно попал в кадр вместе с ней, когда они были подростками. Ну как после такого не поверить в судьбу? Похоже, всё это время мы недооценивали голубей. Для того, чтобы нарисовать свой автопортрет, талантливая птица даже не понадобились краски. Печеньки с предсказаниями никогда не обманывают. Сначала парню попалось предсказание «любовь приближается», и уже в следующей печенюхе была бумажечка со словом «любовь». Парень по имени Кен нашёл свою миниатюрную версию в одном из магазинов. Случается так, что во время варки яйцо лопается, но чтобы при этом оно превращалось в курицу, лично я вижу такое впервые. Прически этих двух друзей объясняют, почему противоположности притягиваются. Кажется, если сложить их волосы вместе, получится одна полноценная шевелюра. На этом у меня всё. А вы верите в судьбу или думаете, что все совпадения в жизни случайны? Напишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok